До школы путь тернистый. Жители микрорайона Авдотина бьют тревогу. Совсем скоро учебный год, а дороги до единственной здесь школы номер 14 буквально рассыпаются. Оценить масштаб бедствия приехали активисты Общероссийского народного фронта. Местные жители сразу указали на разрушающийся мостик. При любом падении это ноги на дороге. А ребенок что-то проходит в машину, он пытается туда как-то забраться. Дорогу в школу через мост основная, очень узкая и оттого опасная. Как рассказывают местные жители, трижды в год ямы на мосту подсыпают щебнем. Вот и весь ремонт. Однако раз за разом камни смывает в овраг. Достаточно одного сильного дождя. Ходить там опасно, потому что на мосту даже отсутствует ограждение. А расстояние от полотна моста до оврага более 6 метров. То есть человек падает, тем более ребенок. Это будут, я думаю, очень серьезные последствия. С вопросом ремонта этой дороги активисты намерены обратиться в администрацию. Есть здесь и обходной путь пешеходный. Только вот он едва ли не опаснее моста. Старая деревянная лестница на ладан дышит. Так и получается, что пешеходная дорога в школу выстала над рухлявыми досками и ржавыми гвоздями. А в межсезонье эту лестницу частенько подтапливает. Дома идут там у нас, весь жилой район там. И они вынуждены тащиться через всю грязь в школу. Это надо только-только можно в резиновых сапогах ходить. Нет, здесь вообще безобразие. Безобразие полное. Об этой проблеме в мэрии знают не понаслышке. Ежегодно здесь проводили ремонт, меняли доски. А в этом году решили заменить деревянный настил на металлический. К работам уже приступили. В настоящее время до 1 сентября мы предполагаем закончить часть работ, потому что работы будут выполнены не все. В этом году это порядка 66 квадратных метров металлического настила и 10 квадратных метров ремонта деревянного настила. К 1 сентября планируем закончить. Совсем скоро дети смогут ходить в школу по надежным дорогам. Правда, в темноте. Наружного освещения здесь нет. Мария Метлицкая, Анатолий Логинов, РТВ Иваново. Анатолий Логинов, РТВ Иваново.